Настало время поговорить с победителями нашего турнира Евгений Лебедев и Алексей Бальвит. Ребята, поздравляю. Спасибо. Я за вас переживал, не верил. Но вы справились, вы справились, молодцы. Камбэк был такой серьезный. Ну, вопрос у меня лично, даже как и у участника турнира, насколько темы отборочного турнира вам, так скажем так, пригодились в финале. Много ли было, скажем, перекличек или пришлось все-таки что-то передумывать, переделывать? Мне пригодилось. Я первые четыре старта, когда ловил на воблера, использовал, скажем так, наработку, то, что по цвету, это шартрестный цвет, то, что Женя подобрал. А у меня был воблер, честно сказать, название не запомнил еще, но точно поеду покупать. Реально помог, потому что в четвертом старте, когда был последний тур ловли на воблера, получил миношечка 35-я, Слай, да, вот, собственно говоря, получил поимку на нее, и сход могло дать нам три рыбы уже к переходу на резину, и это то, что было наработано еще с основных раундов, то есть в нее ловил, она давала результат какой-то определенный. Ну, это у меня тоже один из основных воблеров, я на него ловил, и подобрал я его еще на вчерашнем даже. Нет, очень-очень хороший воблер, с точки зрения, если нужно как-то ловить поверхностную рыбу, прям класс, и есть, причем в шартрестном цвете он хорошо работал, также работал еще в цвете в замутненном белом, таком вот у меня есть. Вот я с цветом не угадал. То есть цвет очень был сегодня важный, и даже Евгению, я тебе же отдал один из тоже таких воблеров, и Жене великолепно. Это слайб, по-моему, называется. Слайб, да. Ну, понятно, ну, с хардом понятно, тут как бы что подобрал, то и ловишь. А вот резина, силикон, там более динамичная ловля, которая меняется там потяжелее, полегче, или там далеко рыба, близко, вот здесь как-то. У меня резина была проблема. Ну, потому что я на вас смотрю, но вы еще и начинали с таких нерыбных, не клювых, видимо, секторов. Нет, у нас началось еще все с основного этапа. В резину я проваливался, вообще ничего не мог сделать, не понимал что, как, почему не клюет. В основном тянул Женя, собственно говоря, по резине. Ну, а в финале Женя сказал, что нужно ставить, все, а дальше руки... Да, я помню, что разок ловил, Евгений. Не лебедем, это у него хорошее, как бы, скажем так, не то что качество, как бы, момент, когда ловишь с ним, доходишь до финала, и он говорит, что ставить, а не выпендриваться. Собственно говоря, это и было сделано. Ну, что сам в тему не въезжаешь, а тут тебе вроде направили. Да, ну, тут уже как-то есть командная задача. Ну, хорошо, тогда, Женя, к тебе вопрос. Ты один из немногих, кто вот забрасывал Рекса, ребристую личинку, кто не в курсе. Вот, и, ну, как бы, это твоя одна из любимых приманок, или вот, ну, как ты можешь это прокомментировать? Потому что все ловили там магод большой, магод маленький, червь большой. Все. Вот это 90% людей. Рекса вот как бы ты забрасывал, я маленького как-то покидал немножко, еще кого-то я видел, и все. В отборочном туре у меня очень хорошо работали, это, моготы на легких головах, там, в коричневом цвете, в черном цвете, в основном кислотно-белый цвет, и Рекс. То есть, Рекс в большом размере, чем я, как бы, от чего я отталкивался, почему я вообще выбрал на легкой голове. Во-первых, он летит далеко, я понимал, что рыба, большинство рыбы стоит в верхних слоях водоема. Все ловили сверху. Это показало и первую часть хардбейца, что мы с поверхности ловили форель. Вот, соответственно, Рекс, он, опять же, медленно планирует, и за счет этого, ну, я так подумал, что форель будет хорошо отвлекаться. Так и получилось. В принципе, моя тема сработала. Но в финале, и вот, когда мы на этот берег вернулись обратно, в той части водоема, в другой, наша тема вообще выключилась. То есть мы поймали там по две рыбы, сыграли последний тур в ничью, но я понимал, что тема все не работает, либо там воды, там воды, говорю, там рыбы меньше просто, ну, активной. Вот. И, соответственно, в финале, ну, ты Алексею сказал, говорю, Леш, давай мы встанем вот там, практически там, где мы заканчивали, где мы хуже всего ловили. Там мы начнем с хардбейца 4 тура, тот участок пройдем по хардбейцу, а вот в этот участок, где у нас лучше клевало, я как понимал, что рыбы здесь больше козатрации, мы здесь уже перейдем на резиновый этап 4 тура, и на резину догоним всех. Ну, в принципе, так и получилось, как я и хотел. На тоненького. Ну, на самом деле, ну, я понимаю, что у всех были сходы, но мы поймали трансрыб, и в конце еще там сходы у Алексея были, и у меня сходы, и все, и мы в финале, как бы, когда до золотой уже бились, и 5 рыб поймали. Ну, правда, начали ловить в могот, то, что ты сказал. Да, я сказал, я Алексею сказал, давай ставим маленький моготик. Я поставил большой. Есть нюанс. Я продолжал в маленький, но, в принципе, тактика была одна, и та же на легкой голове, на медленном падении, как бы, вот мы... Ну, смысл тот же, но приманки чуть поменялись. Все-таки, в финал приманки поменялись. Спасибо. Спасибо. Поставили светонакопитель, да? Да, как ни странно. Смотрите, потому что солнце поставили светонакопитель, и он сработал.